Девушки отдыхают Главный оператор Джорджес Уокер Режиссер Фрэнк Капра Фильмы также снимались Гленда Фаррелл, Нет Паркс, Уолтер Коннелли, Джин Паркер, Нет Пэндлтон, Барри Нортон, Хелвол Хоббс и другие актеры Яблоки, яблоки, а ты куда прешь? Эй, вы, заткнитесь, оборванцы чистообразными лицами Яблоки Эй, Энни Заходите когда-нибудь ко мне домой, сержант У меня там полно серебряной посуды без дела лежит Привет, Шорти, как дела? Пока ничего не заработал, отправляйся в казино, там люди пощедрее Да? Ну ладно, сейчас пойду Знаешь, если бы ты иногда менял мелодию, может быть, ты бы лучше зарабатывал, а? Дэйв, Хлыш, хочет видеть тебя, Энни, он у Мизури Мартин Да, я знаю, ну а тебе улыбается нынче удача? Ни черта, все разорились, кто теперь нам будет подавать? Прекрати разводить панику, разве ты не слышал президента по радио? Отправляйся к это казино, там сегодня много народу Да, тебе там больше повезет Не забудь о Мизури Мартин, Хлыш сказал, что это очень важно Ладно, хорошо Ладно, а в течение дняretаса, ну, с днем, он был так, что я не знал Cheек-то, что это. Я не знал, что я не знал, что я это знал, что я не знал Эй, что это происходит? Ну что такое? В чем дело? Что за тайны? Дэйв Клич заключил пари. Какой еще пари? Тише, ты можешь муху спугнуть. Муху? Дэйв посмотрел, что муха сядет на его кусок сахара. Ну что скажешь? Слышишь, еще пятьсот? Хорошо. А ты что делаешь, Шекспир? Как что? Я приманиваю муху на твой кусок. Че ты смеешься, Хлыш? Ты мне должен пятнадцать сотен, да? Просто муха была какая-то глупая. Ну ладно, раз все кончено, то пошли. Да, действительно, пошли. Я тебе дам еще шанс отыграться, Хлыш. Да ладно, не стой сейчас. Какая нелепость ставить пари на мух, когда нас ждет настоящая игра. В чем дело, дорогуша? Тебе что, не везет? Эй, я сам виноват. Не надо было заключать пари без моего яблока-талисмана. Надо найти яблочную Энни. Неужели ты будешь ее искать? Послушай, счастливчик, это самая крупная игра в покер за всю мою жизнь. Я не хочу рисковать. Если я проиграю, потеряю все мое состояние. Слышал когда-нибудь историю про суеверного парня? Он однажды отправился на поиски горбуна и возбил грузовик. Да, но приметы действительно приносят счастье. Отправляйся и найди яблочную Энни. Хорошо, Хлыш, я иду. Хотел бы знать, как ты собираешься выиграть игру «Покупай яблоки у старуки». Бохнемся яблоком, вот тебе, для того, чтобы тебя ждала удача. Ему нужны не поцелуйчики. Слушай, Хэппи, если ты сейчас что-нибудь сломаешь, то позабудьте, чтобы это было шеем. Здравствуй, Хлыш, я ведь не заставил тебя ждать. Везет тебе еще пара таких клиентов, и ты сможешь уйти на пенсию через год. Придержи язык, а то сгладишь. Сдачи не надо. Благослови тебя, Господь. Как же дела на прошлой неделе? Срединка на половинку. Где ты была в субботу? Мне не удалось выиграть ни центов в субботу. А, в субботу. Ну, я вообще-то плохо себя чувствовал в субботу. Что, опять пила? Кто? Я? Ну, Хлыш, я несколько недель уже даже капли не выпила. Док Мишель говорит, что твои почки не к черту. Док Мишель старый дурак, он ничего не понимает. Ладно, если мы сейчас будем обсуждать почки Энни... Я ее нигде не нашел. А, вот ты где. Спасибо за отличную работу, Шектер. Надеюсь, что карта принесла тебе удачу сегодня. Хорошо, я скажу, что Хлыш купил у Яблочной Энни Яблоки. Отель Марбери. Ну что, у тебя все с собой? У меня всегда все с собой. Вот, держите. Самая лучшая почтовая бумага. Спасибо, Оскар. На этот раз тебе это будет стоить 50 центов. 50 центов? Да я всегда 20 платил тебе до этого. Видишь ли, Энни, времена изменились, люди уже не оставляют вещи без присмотра. Дела идут настолько плохо, что теперь мне приходится самому покупать зубную пасту, как ужасно у Оскар. И жена моя недовольна. Знаешь, я помню время, когда она была самой похудшей женщиной во всем районе. Было столько духов у нее, что она просто воняла ими. Ну ничего, ничего, все еще наладится. Я надеюсь. Когда ты же дашь следующее письмо? Завтра будет почта из Испании. Хорошо. Хорошо, я позабочусь об этом. Пожалуйста, я заплачу тебе к концу недели. Пожалуйста, не забудь, потому что я рискую. Меня могут уволить. Нет, нет, тебя не могут уволить. Уволить, но если они поймают меня. Послушай, от... От кого вообще эти письма? И кому ты пишешь? Это мой новый бизнес. А, ну наверняка у тебя какой-нибудь возлюбленный. Да, можно так сказать, возлюбленный. Ах ты старая чертовка. Убирайся с дороги и не путайся под ногами. Убирася с дороги и не путайся под ногами. Отель Марбери, Нью-Йорк. Отель Марбери, Нью-Йорк. КОНЕЦ Эй, скат! Эй, Брейт! Нашла себе место спать на фотографии. МОЛ-ТВ МОЛ-ТВ Моя дорогая... Моя дорогая... Адром... Обожаемая доченька. На сегодня светская жизнь закончена. И я только что вернулась с приема. Я была у лорда. За здоровье лорда Вудклифа. За здоровье лорда Вудклифа. Утверждать, что я имела большой успех. Как мне нравится музыка Энни. У меня сердце разрывается, что я не видела тебя все эти годы. Но доктор Мишел, старый дурак, по-прежнему считает, что путешествие через океан оказалось бы для меня смертельным. Твой отчим надеется, что мы сможем совершить это путешествие в этом году. Ты ведь не знала, что у тебя есть отчим? Я тоже не знала. Молодой человек, о котором ты пишешь, кажется очень милой. Я надеюсь, что он любит тебя так же сильно, как ты любишь его. И так же сильно, как я люблю тебя, моя дорогая. О, Оскар! Ну, Оскар, Оскар, почему ты застал меня так долго ждать? Ты же знаешь, что я жду письма. Оскар, где твоя форма? Оскар, что случилось? Ты же не потерял свою работу, нет? Оскар, ну пожалуйста, не обманывай меня. Не разыгрывай меня, они не могут тебя уволить. Ах, не могут, прекрасно могут. Они застали меня на месте преступления. Где письмо? Понятия не имею. Где письмо? Я тебя спрашиваю, откуда я знаю, они забрали его у меня? Энни, ты куда? Эй, леди! Мадам, вы, кажется, ошиблись дверью. Подумайте, что решат наши посетители. Отпустите меня. Прошу прощения. О, Господи, да боже мой. Здесь для меня письмо. Письмо? А вы что, остановились в этом отеле? Нет. Да, но тем не менее, для меня письмо. Оно пришло сегодня утром из Барселоны, из Испании. Это очень важно. Как вас зовут? Миссис Е. Уартингтон Мэнбилл. Миссис Е. Уартингтон Мэнбилл. Да, совершенно верно. Прошу вас. Я управляющий. Чем могу служить? Прошу вас, здесь пришло письмо на мое имя. Письмо? На адрес отеля? Да. Я уже рассказал этому человеку. Вы остановились в нашем отеле? Ну, разумеется, нет. Это сразу же видно. Пожалуйста. Мне нужно кричать, но почему вы не отдадите мне мое письмо? Какой смысл задавать мне все эти глупые вопросы? Боюсь, что мне придется попросить вас покинуться от отеля. Нет, я не уйду, пока мне не отдадут мое письмо. В таком случае, я буду вынужден вызвать полицию. Вызовите полицию. Вызовите кого хотите. Я не преступница. Я ничего плохого не сделала. Прошу вас, мистер, я не хочу причинять никаких неприятностей вашему отелю. Все, что мне нужно, это мое письмо. Это письмо от моей дочери. Понимаете? Оно проделало из Испании. Огромный путь. Секундочку. Ллойд. Да, сэр. Вы помните письмо, адресованное миссис И. Уорсингтон Мэнвилл? Да, оно пришло сегодня утром. Вот видите, я же вам говорила. Принесите это письмо. Ну что вы стоите там, Ллойд? Принесите это письмо. Я отослал его назад письмо. Вы отослали его назад, видите ли, сэр? Нет никого под этим именем в нашем отеле. Поэтому я отослал письмо обратно, со штампом 130 здесь не значился. Но невозможно, она узнает, что я не живу в этом отеле, это же ужас. Прошу вас, тише. Почту уже отправили? Да, мальчик забрал его несколько минут назад. Может быть... А, так вот, видите? Эй, мальчик, стой. Не опускай больше писем. Не опускай писем. Прошу вас, вы не можете себя так вести здесь? Она просто сумасшедшая. Вот оно. Я так и знала, что она здесь. Я знаю, что она здесь. Немедленно покиньте этот отель. Да, сэр. Спасибо, сэр. Спасибо, большое спасибо. Дорогая мама, когда это письмо... Когда я получила твое письмо, я была очень взволнована. Все эти светские вечеринки, которые ты посещаешь, это, наверное, так здорово, как мне хотелось бы быть рядом с тобой. В тот момент, когда ты получишь это письмо, я буду уже плыть в Нью-Йорк. Отец Карлоса, граф Ромера, хочет познакомиться с тобой, узнать нашу семью. Глупо, не правда ли, но таково его желание. Он хочет познакомиться с тобой, прежде чем дать согласие на брак. Смотрите, она потеряла сознание. Ну, давай, бабушка. Поднимите ее. Как себя чувствуешь, бабушка? Где мое письмо? Где мое письмо? Ну все, все, оставьте меня в покое. Все в порядке, я чувствую себя хорошо. Я сама пойду. Если моя дочь приедет сюда, все, что я прошла сделать, это сказать ей, что миссис И. Уартингтон Мэнвилл опочила на прошлой неделе. Это же очень просто, это не причинит никакого вреда отелю. Просто скажите, что миссис И. Уартингтон Мэнвилл умерла. И скажите, что состоялись похороны, роскошные похороны, и весь высший свет присутствовал на них. А если она спросит о мистере Мэнвилл, скажите, что он был так расстроен, что отправился в кругосветное путешествие на один год? Или нет, лучше на два года. Так быть лучше, не правда ли? Хорошая хитрость. Это яблочное они. Вы же сделаете это для меня, я больше не буду засаждать вам. Прошу вас, вы должны, вы должны это сделать для меня. Пошли, пошли они, пошли. Ну, конечно, я готов вести разговор о делах, но и предложения должны быть соответствующие. Нет, нет, нам нужна вся конюшня, все лошади до одной. Смотри, три шестерки, а? Послушай, Бэн, мы готовы заключить контракт по полной программе, хоть сегодня. Ладно, сколько ты просишь? Что? Сто тысяч, это просто настоящий грабеж. Сто тысяч, да ты что хочешь, чтоб мы банк ограбили? Ну ладно, если я уломаю хлыща, то может мы к тебе зайдем на днях. Дело в шляпе, хлыщ. Бэну карту наверняка нужны деньги, тебе просто везет. Какую рубашку надеть, белую или полосатую? Ладно, ладно, давай, поехали, мы можем все это дело решить за один час. Я не смог ее нигде найти. Что значит не смог найти? Здорово же вы мне помогаете, ребята, это при том, что я плачу вам огромные деньги. Слушай, я знаю, что я делаю, и я не собираюсь заключать эту сделку, пока не получу яблоко от Энни. Послушай, дурень, тебе надо было попросить любую нищенку на Бродвее. В том-то и дело, что нет ни одного нищего на Бродвее. Что? Слушайте, ребята, вы мне просто не поверите, за несколько часов я не встретил ни одного нищего в Нью-Йорке, наверное, если в отпуск в Европу. Ей-богу, я даже испугался. Город просто похож на мертвецкую. Вас спрашивают, сэр, человек по имени Каратышка. Это что, слепой? Да. Ну уж он-то поможет нам, а ты можешь выбросить эту старушку из головы. Не уверен, что он знает, где она. Привет. А вы, ребят, что здесь делаете? Мы насчет Энни. А что насчет Энни? Я искал сегодня целый день. Она в ужасной ситуации. Что, опять напилать? Нет, не в этом дело. Она ходила как в воду опущенная, словно какое-то по умутнению разума разговаривать сама с собой. Ну ладно, в чем дело-то? Нет, нет, нет. Я расскажу. Видишь ли, Хлыщ, много лет она воровала фирменную бумагу отеля Марбери и писала своей дочке, что она принадлежит к высшему обществу. Дочке, да, у нее дочка в Европе. Она воспитывалась там, еще когда была маленькая, она поехала туда. Ее отослали туда. И они послали ей деньги каждый день. А теперь она собирается замуж за графа. Да в чем дело-то? Объясните. А где она живет? Сороковая веню 314. Запомни, Шекпер, я поеду сюда. А вы, ребята, убирайтесь отсюда. Отправляйся к Бену и жди меня там. Как только я добуду яблоко, я с тобой там встречусь. Как и я живу и сплюсь, если это не мой старый друг друг, что делать. Как и я? Как и я, джентльмены? Ну что, опять напилась, да? Проходите. Сейчас дворецкий заберет ваши шляпы. Ты что, не знал, что у меня есть дворецкий хлыщ? У меня миллионы дворецких. Я тебя весь день искал. Как это мило с твоей стороны слышит, что ты приехал на охотничий сезон. Все приезжают ко мне на охотничий сезон. Слушай, пошли отсюда. Каждый раз, когда она напивается, она начинает нести эту чушь про высший свет. Ты же знаешь, что сказал тебе док Мишель? Это убьет тебя. Эй, посмотри, это, наверное, ее дочь. Да, вы что, не знакомы с моей дочерью? Она приезжает сюда. Ведь она очень красивая. Она приезжает сюда с графом. Она собирается выйти замуж за сына графа. Вот с какими людьми я имею дело. Не правда ли забавно? Ну скажи, хлыщ, она ведь думает, что я в высшем обществе. Что она подумает, когда увидит меня? Ведь это будет очень смешно, когда она выяснит, что ее мать торговка яблоками. Что ж ты не смеешься, а? Я ж тебе говорю, это смешно. Яблочная Энни из Сахарной долины. Старая дура, надо же, какую подстроилась я западню сама. И напомни мне, чтобы я послал к ней дока Мишеля. Что вы будете делать, мистер Хлыщ? Что я должен делать? Ну как, насчет Энни? А что я вообще могу сделать? Я не знаю, мы думали, что вы можете что-то придумать. У нас было собрание, и мы решили спросить у вас, мистер Хлыщ. Я ничем не могу вам помочь. Может быть, если бы у Энни была квартира в отеле Марбери, может быть, вы могли бы ей помочь? Комната в отеле Марбери? Какие глупости? Давайте, ребят, валите отсюда. Представляешь, а? Энни в отеле Марбери. Хлыщ. А, знаешь, у меня тут одна мысль в голове сродилась. Помнишь, там твой друг из вешевого общества Родни Кент? У него ведь номер в Марбери. У него номер в Марбери. Ну и что с того? Что ты хочешь, чтобы я сказал ему, попросил у него комнату для яблочной торговки? Да он меня на смех поднимет. Ну вот я и говорю, смешно получится, правда? Да ладно, помолчи лучше. Да я молчу, молчу. Где я уже видел эту рожу? Кого вы хотите увидеть, сэр? Это квартира Родни Кент? Да, но он уехал. Кто он сказал, что мне сделал? Куда он уехал? Но я предположил, нечего строить предположение по всякому поводу. Добром не кончится. Да, сэр. Подойди-ка поближе. Хочу сказать тебе кое-что, что возможно расстроит тебя до конца твоих дней. Мне наплевать на Родни Кента. Да, сэр. Меня интересует парень по имени Дэйв Хлыщ. Мне нужно его видеть. Он здесь, да? Да, сэр. Как вас представить? Счастливчик МакВайр, наливное яблочко. Слушаюсь, сэр. И не смей протраиваться. До такой степени, что не будешь исполнять свои служебные обязанности. Обещаю вам, сэр, что я не буду впадать в депрессию. И помни, если ты выпьешь хоть одну каплю джина... Вот смотри, это план. Здесь твоя спальня. Здесь стоит граф, здесь его сын, здесь твоя дочь. Вот, давай, возьми. Изучи внимательно. Ну и как же ты заварила? Все носят вокруг тебя. Почему ты не украла почтовую бумагу из Белого дома? Они подумали, что ты жена президента. Мистер Счастливчик МакВайр. Человек с грустным лицом. Ты знаешь, что я ищу тебя два дня уже? Что это такое? Познакомьтесь с новой дамой из высшего общества. Отель Марбери. Отель Марбери. Дочь, откуда у тебя вообще дочь-то взяла? Кто ее отец? Кто ее отец? Что-то мне скажут, что это был крупный политический деятель, да? И что, Родни Кэм тебе дал эту квартиру для нее? Да, я думаю, что такой же сумасшедший, как и я. Затея вроде бы безумная. Но попробуй. Квартиру в твоем распоряжении. Единственная просьба не прорисовывать усов к портретам. Послушай, подойди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Я уломал Бэна Картов. Все решено. Это же наш хлеб с маслом. А это что такое? Это просто баловство. Я знаю это. Ты думаешь, что я зашел с ума. Но у меня есть одна мысль. Ведь Яблочная Энни приносила мне счастье все это время. Что же случится со мной, если я не помогу в такой ситуации? Мизури Мартин. О, ребята, а вот и я с своей бандой. И вот моя крошка. Вот она моя банда, которая заботится о моей красоте. Ну где же жертва? Вот она. Какой материал здесь голодавшийся по творчеству художников? Да вы только посмотрите на нее. Им ничего не стоит сделать так, чтобы любая женщина выглядела не хуже меня. Но надо, чтобы она выглядела как леди. Опять надо мной издевается. Ну давайте щипать ли перьев, это не работает одно удовольствие. Пошли, Энни, мы сделаем тебя красивой. Все в порядке, Энни. Все в порядке, Энни. Все в порядке, Энни. Тебе придется ее вводить на поводке, чтобы она не штрипала прическу. Эй, подождите, подождите, а он куда пошел? Все в порядке, Хлыч. Все в порядке. О, Пьер. Ну все девочки, все готово. Познакомьтесь с миссис И. Уорвинтон Мэнбилл. Я всегда буду помнить о твоих добротях, Хлыч. Благослови тебя, Господь. Да ладно, хорошо, хорошо. Ты здорово выглядишь. Отличная работа, Мизури. Ну все, нам пора идти. Эй, подожди, куда это ты пошел? Мы возвращаемся к делам, которые помогают нам зарабатывать на жизнь. Стало быть, вы решили, что вы уже со всем кончили. А муж? Какой муж? Кто будет мистером И. Уорвинтон Мэнбилл? Я об этом не подумал. Ну ладно, может быть она сама что-нибудь придумает. Что она может придумать? Какого она муж тебе найдет? Своего приятеля нищего? Ты что, хочешь чтоб Хлыч перестал заниматься делами? Очень мило. Чья это вообще была идея? Кто должен довести все это до конца? Ладно, если вы собираетесь уходить, то Энни тоже мне не мать родная. Я тоже пойду. Я тоже пойду. Ах, мой сука. Если я буду держать в баке... Ты хочешь мужчина, чтобы хлыч этим занимался? Ну, у меня есть ночной клуб. Мой ночной клуб также нуждается в присмотре. Это твоя паршивая дыра. Не смеши меня. Если бы я рассмешил тебя, то пошла бы на Белаль с горя. За кого ты можешь рассмешить? Слушай, что ты с ней так разговариваешь? Ну ладно, придется найти для Энни мужа. Где ты собираешься найти этого мужа? А как насчет тебя, счастлив всех? Я? А что, неплохая идея. Будь здорово выглядеть в роли мужа. Отличная идея, но есть только одно препятствие. У меня есть жена, которая очень напряженно относится к этому вопросу. Ей не нравится, когда я женюсь на других женщинах. Может быть, это покажет вам глупым, но уж такие у нее повадки. Слушайте, я придумал. Судья Генри Джи Блейк. А кто это такой? Послушайте, нам ведь нужен человек, который умеет вести светскую беседу. А самый лучший говорун в этом городе – это Судья Блейк. Судья Блейк, человек, который сказал вам, что вы умеете играть на бильярде, здорово над вами подшупил. Возможно, ты и прав, мой мальчик. Возможно, ты и прав. Эй, если провидение поживет мне еще пару таких, как ты, я обеспечит это до конца жизни. Вот поэтому-то я и не рассчитываю на провидение. У тебя есть шанс вернуться домой без штанов. Сколько мне еще возиться с этим благословенным сыном провидения? Не нервничай, Судья. Этот парень легкая пожива. Вот-вот он поднимет ставки. Мне начинает надоедать его, глупая болтовня. Тянут время, хотят сорвать куш побольше. А что, может быть, если ставки были бы повыше, то у тебя бы получился лучше, Судья? Ну, наконец-то. Лучше сомневаюсь, друг мой. А как насчет 10 центов за один шар? 10 центов, ну это целое состояние. А, так ты боишься? Боюсь! Никто еще не называл меня трусом так, чтобы это сошло ему с рук. Знаешь ли ты, что во времена Карла Второго мой род называли бесстрашными Блейками? Я тебе покажу, что я ничего не боюсь. Пусть будет 50 центов за один шар. Отлично. Давай, мальчик, установи шары. Я вижу своего старого друга. Дюд желает поговорить с тобой прямо сейчас. Извини, мой друг, но сейчас я вовлечен в очень выгодное предприятие. Собственно говоря, от этого зависит Мечная плата за мое жилье. Хлэш сказал, чтобы я не принимал твоих отказов. Ты знаешь, что это значит, что он имеет в виду? Я знаю, что он имеет в виду, но прошу тебя, мне необходимо отделать этого парня. А разве ты у нас не бесстрашный Блейк? Тебе просто везет, парень. Удар левой рукой, шесть шаров по одному в каждую лузу. Это тебе от провидения. Отличный был удар. Спасибо, друг. Вперед, Шекспир. Это только на неделю судья. Ты должен стать мужем, богатым аристократом. Но роль богатого аристократа мне идеально подходит. А тебе когда-нибудь случалось быть мужем? О, моя слава гремела, и чем же дело кончилось? Ну, не очень удачно, не очень удачно. Они были очаровательными женщинами, все четверо. Зря ты мне напомнила об этом, хлыщ. Не понимаю, почему мои браки казались такими неудачными. Ты, может быть, заговорил их до смерти? Ну что скажешь, я интересуюсь, а кто будет моей женой? Это не важно. Вот тебе план. И ты будешь возлюбленным мужем яблочной Энни. Какая нелепость! Это просто возмутительно. У меня есть своя гордость. Слушай, хлыщ, ты прошел от меня слишком многого. Обычная яблочная торговля, нищенка. Добрый день. А кто это такое? Это яблочная Энни? Судья того, кто говорил, как он будет счастлив стать вашим возлюбленным мужем. Благодарю. Спасибо вам большое. Я так толщина. Уверяю вас, моя дражайшая очаровательная леди, что это вы оказываете мне услугу. 19,5. Ты видишь, Хэппи? У квартир, судья, несколько костюмов. Я получаю большое удовольствие. Ну, может быть, теперь мы наконец-то можем возобновить переговоры с Беном Картом? Что значит возобновить? Уж не хочешь ли ты сказать, что ты упустил эту сделку? Я упустил? Значит, ты послал все дела к чертовой матери, очень мило. Эй, послушай-ка, Бен Карт просидел уже две пары штанов, дожидаясь нас. Ну, ладно, ладно, позвони ему. Скажи ему, что я приеду прямо сейчас. Это я стал быть упустил. Привет, судья. Я рад, что я тебя достал. Привет, судья. Я хотел увидеть тебя, прежде чем прибудет корабль. Сегодня прибывает дочь Энни, я знаю. Не надо мне было так бежать, я унижаю свое достоинство. Ну, давай, говори, в чем дело? Хлыщ, ты сыграл ужасную шутку над этой бедной женщиной. А в чем дело? Ты хоть понимаешь, Хлыщ, сколько репортеров встречают корабль из Европы? Они захотят узнать все о графе, к кому он приехал, кто его друзья. А его друзья это я, Брюс Нэнни, и я. Но есть один парень по имени Уинч, который отдаст за такую историю свой правый глаз. Я же говорил тебе, что это не сойдет тебе с рук. А почему ты раньше об этом не подумал? Почему я об этом не подумал? Да. Почему ты сейчас мне об этом говоришь? Что мне делать? Что нам делать? Нам делать не так? Тебе делать? Ты это начал. Это твое дело. А вот теперь я передаю его тебе, и ты позабочишься о том, чтобы ни один из этих репортеров не сунул нос в это дело. И берегись, если что-нибудь пойдет не так. Пошли, судья. Прощай, побитая собака. Послушай, смотри, сколько здесь этих головорезов. Да, и сам хлыщ тоже здесь. Скажи им, чтобы они держали этот круг, и чтобы никто не прорвался. Не беспокойся, все будет в порядке. Интересно. Давай останемся, посмотрим, что произойдет. Неплохая мысль. Как Энни выглядит? Ты бы ее не узнал. Я помню время, когда она всегда так выглядела. Я ее не видел, но когда она подходила рядом, пахла от нее очень приятным. И я просто задыхаюсь. И я не верю, что через некоторое время я сожму свое дитя в моих обедах. Луиза, 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 Луиза. Луиза, Луиза, это твоя мама. Вон та моя мамочка. Она узнала меня, она узнала меня. Жалая мама. Не дайтеайте, elegant! Луиза! Луиза. Луиза, Луиза. Луиза. Эта моя мама. Субтитры сделал DimaTorzok Детка моя Дай мне на тебя посмотреть Какая ты красивая Что они сейчас делают? Целуют друг друга Эй, несчастлива, да, она плачет Ты именно такая, как вы себе представляли Сколько здесь слез? Целая река просто Это твой отчим, дорогая Как я рада увидеть вас Мама, сколько о вас писала? Могу я представить вам, граф Альфонсо Ромеро? А это у вас сын Карлос Очень приятно Какая-то честь для меня, мой дорогой граф Мы так долго ожидали вашего визита Да-да, я забыла представить Просите меня, пожалуйста Это дядя Дэвид Дядя Дэвид, а я не знал, что мне есть дядя Да, это брат отца Да, но ты почему-то не написала о нем ни одного слова Но дело в том, что дядя Дэвид у нас такая черная овечка в семье Познакомьтесь с графом Ромеро и с его сыном Карлосом А это Дэвид Мэнбилл Мой дядя А ты когда пошел? Это вы что, ко мне обращаетесь? Ну не к твоей тетушке Я светский репортер, я хотел побеседовать с графом Нет, 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 он никакой врук Граф, что он, не граф? Да, тебя просто обманули Что ж ты веришь слухам-то? Я тебе сейчас посоветую Отправляйся на причал 49 Там прибывает пароход из Аргентины На нем будут король из королевы Вполне возможно Давайте, причал 49 в Бронксе Это не в Бронксе Это... Нет, нет, я сказал в Бронксе Значит в Бронксе Интересно, что за те эти главареты Давай пойдем побеседуем с клычом Эй, счастливчик Эй, счастливчик Там пара полицейских хотят задержать клыча Слушай, надо устроить драку Ударь харька по морде Ну это же мой брат Я тебе сказал, ударь по морде Харек, мне очень не хочется этого делать Машину ждет О, спасибо, мой дорогой И я советую вам поторопиться Да-да-да, я думаю, что мы пойдем прямо сейчас Я надеюсь, что графу понравится прогулка по Нью-Йорку А где семья? Они поехали кататься А где они были вчера катались А позавчера тоже катались Вот это счет за издержки А это для вас лично Благодарю вас, сэр Вы помните распоряжение? Да, сэр Если мне задают вопрос Я ничего не знаю Собственно говоря, сэр Я полностью нем Просто замечательно Да, действительно Я уверен, что это получится Это халява настоящая Что вы сказали? Я говорю, это отъявленная халява Знаете, сэр Если бы у меня было право выбирать оружие с вами на дуэли То я выбрал бы английскую грамматику И помни, никаких промашек Да, сэр В случае чего твоей семье придется собирать твое тело по кусочкам У меня нет семьи, сэр Стало быть, и тела у тебя не будет Ну ладно Пошли отсюда Я не хочу быть здесь, когда семья вернется Дядя Дэвид Дядя Дэвид Привет Вот, вот я так рада вас видеть Как у вас дела? Где вы были? Мы так по вам скучали Но у меня были дела Будьте почаще с нами Все просто без ума от вас Мы с Карлосом назовем наших детей в честь вас А, так вы же думаете о детях? А как же брак? Может быть сначала об этом стоит подумать Когда он состоится и где? Мы пока не знаем Мама хочет, чтобы свадьба была здесь И приглашены были только друзья А отец, кажется, хочет, чтобы свадьба была в Испании И чтоб там присутствовал весь мир Не важно, где она будет Важно, чтобы она состоялась Вот это настоящие слова мужчины Здравствуйте, мистер Магуайр Вы все знакомы с секретарем Дэвида? А, да, да, мой секретарь, конечно Я так рад, что вы пришли, мистер Магуайр Я думаю, что ты не прочь того, чтобы пригласить его на наш прием Да, ну конечно Прием? Какой такой прием? Ну как, после завтра у нас будет прием Удивительно Ты удивлен, брат, это не так ли? Я так и думаю, что ты будешь удивлен Тем более, если учесть мое отношение Да, да, я никогда не встречал такого человека Который так бы ненавидел приемы, как мистер Мэнгл А кто приглашен, брат? Ну, только несколько друзей Сто, сто пятьдесят человек Да, практически никого Ведь граф уже надоел Смотреть только на здание Не так ли граф, он хочет познакомиться с нашими друзьями? Да, ему понравятся наши друзья И я надеюсь, брат Дэвид, что ты мне поможешь во всем? Ну конечно, конечно Знаешь, я хотел бы с тобой поговорить Прежде чем ты, скажем, приемешь Выяснить кое-какие деликатные вопросы Там репортер пришел А что он хочет, дворецкий? Наверное, он хочет расспросить Итогратор Ромеро Ну, в таком случае, брат Дэвид Вы разберитесь с ним Вы умеете обращаться с прессой Чем можем служить? Я светский хроникер и стар Я хотел бы узнать поподробнее о миссисе Уэллингтон Мэнгл Я просмотрел все справочники И не нашел ни одного упоминания о ней Что, не нашли упоминания о светских справочниках? Как это удивительно Я просто не понимаю, в чем дело? А что вы хотели узнать? Да так, просто кое-какие детали биографии Послушайте, а вы не Дэйв Клэйш? Дэйв Клэйш? О чем этот человек говорит? Я вообще не понимаю Ну ладно Дом полон гостей Пойдемте в комнату, где нас не будут беспокоить Но я готов поклясться, что вы Дэйв Клэйш Это очень тихая комната Здесь вас никто не услышит Здесь проняются семейные реликвии Загадочное исчезновение советского репортера Дэйв Клэйш Еще раз Ты ведь всегда будешь меня любить, Карлос Да, дорогая Твой отец уже сказал что-нибудь? Нет А что мы будем делать, если он не даст его согласия? Что мы будем делать, Карлос? Не беспокойся, дорогая Ты ему очень нравишься Просто он хочет соблюсти все формальности Но ведь ничего не может случиться, правда? Я просто умру, Карлос, если что-нибудь случится Мама Я была в своей комнате и чувствовала себя так одиноко Вы ведь не против того, что я зашла к вам? Ну, конечно, нет Я отнимаю столько времени у Луизы Я чувствую себя таким эгоистом Нет, нет, вы очень милы Я пойду, как говоришь с отцом До свидания, мама Вы не против того, чтобы я называл вас мамой Ну, конечно, сын мой Спокойной ночи Он просто замечательный юнша Я так рада Я так счастлива Моя крошка Мама Да, моя дорогая Но ты не думаешь, что что-нибудь может случиться? Случиться? Ну, я просто глупости какие-то Тебе воображаю Просто я так хочу этого Мама, у тебя было когда-нибудь в жизни такое Чтобы ты так хотела чего-нибудь? Ничего не случится Ничего плохого не случится, дорогая моя Прием, значит, да? У тебя, наверное, ум за разум взошел Живешь в шикарной квартире Ну, и вжился в свою роль Но для меня ты по-прежнему бильярдный шиллер Но в конце концов, мой дорогой Хлыщ, заткнись Не сярдись на него, брат Дэвид Не смей называть меня братом Дэвидом Алло Да, что нужно? Прошу прощения, мистер Хлыщин Но граф попросил соединить его с испанским посольством А что ему нужно в этом испанском посольстве? Ну вот, что скажете? Он звонит в испанское посольство Может быть, он хочет справиться А нас? Какой у тебя? Хорошо знаешь испанский? Точно так же, как и французский с акцентом А ты их? Ну, знаешь, когда я был в Гаване Ладно, заткнись Соедините его Испанское посольство слушает Да, благодарю вас Закройте дверь, пожалуйста Японский мальчик говорит Японский мальчик говорит Консул нет здесь, нет Нет, его нет, он уехал Консул нет Отлично Просто прекрасно Японский мальчик Трудно было разобрать, что он там говорил Но кажется, он сказал, что консул нет в городе Я очень рад Это было очень недостойно Карлос, прости, папа, но я так считаю Да, капитан пришел, инспектор Пусть немедленно придет сюда Ну? Ничего нового, инспектор Это вы мне говорили и вчера, и безавчера, и позавчера Мы должны немедленно разыскать этих трех репортеров Смотри, что пишут о нас в газете Я сделал все, что мог, инспектор Я обыскал весь город Отговорки, одни отговорки Сколько можно? Да, уполномоченный хочет поговорить с вами Кто? Уполномоченный Вот он опять звонит Четвертый раз за день Да, уполномоченный Да, я как раз разговариваю с капитаном Нет, пока ничего Что значит ничего? Вы кормите меня этим уже несколько дней Вы что там, в игрушки играете? Пошлите Я не желаю быть козлом отпущения для мэра Алло Это мэр звонит, сэр Вы как раз не можете его отвадить? Нет, боюсь, что нет, сэр Хорошо, соедините Подожди секунду Тут мэр звонит Алло Да, шеф Я только что поговорил с инспектором МакГриди Пока еще ничего И что вы собираетесь делать, уполномоченный сидеть и ждать, пока эти репортеры не придут к вам в кабинет? Я все это уже слышал Меня интересует одно И я хочу, чтобы вы нашли немедленно Все редакторы сейчас в моем кабинете Да, и я буду каждый день публиковать, попередавиться, пока что-нибудь не будет сделано Мои репортеры даже не могут собирать информацию без сделок хранителей Зарубите себе на носу, уполномоченный Я не желаю отвечать за вашу некомпетентность Если городская администрация ничего не может сделать, то может быть администрация штата Губернатор приезжает в город сегодня, мы обсудим Ну все, вы поняли меня? Можете подавать заявление об отставке, если не найдете их Алло, МакГриди Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь Вы должны найти этих репортеров, или вы будете увольны Капитан, я отдаю вам 24 часа, чтобы вы нашли этих репортеров Если вы не найдете их, то вы можете искать себе другую работу, доктор В чем дело, этот парень что-то знает о деле репортеров Ну говори, сынок Странный случай, когда прибыл пароход, и я пытался взять у кого-нибудь интервью Парал головорезов, а схватили меня и запихнули в машину И что случилось? Меня повезли в Бронкс Как тебе удалось сбежать? Машина остановилась на перекрестке, а выпрыгнул А кто это был? Не знаю Может быть я смогу пролить на этот свет, инспектор Когда это случилось, сынок? Прошлый вторник Ну вот, все сходится Мы с Кэллом патрулировали пристань на прошлой неделе Дэйв Хлыш кого-то встречал, там вся его компания была с ним Дэйв Хлыш? Ну вот, это уже кое-что Садись, сынок, я хочу с тобой поговорить Поймите меня правильно, я устраиваю эту репетицию не потому, что мне это нравится Но мы должны довести это дело до конца Вы все получили свои титулы, свои реплики План действий, сначала выучите свои реплики Судья старался, когда писал для вас Я не хочу, чтобы вы их переврали Нет, 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 вы слишком напряжены Расслабьтесь Эй, мисси Ник, смотри, ты ноги расставил Эй, Гарри Лошадик Что ты такой напряженный? Давай, улыбнись, ты же должен хорошо проводить время Эй, Луи Вревно, ты что здесь делаешь? Ты же турецкий посол, а не гангстер какой-то Эй, ватрушка В чем дело? Что, ты не можешь запомнить свои слова? Да нет, я могу запомнить слова, но я ничуть не хуже, чем Луи Вревно Раз он посол, то я должен стать королем Но послушай, заместитель госсекретаря, это важнее посла Ну знаешь, секретарь все-таки всегда секретарь Ладно, ладно, ну мы тебя сделаем президентом, ну скажем, Боливии Ну что, президент, это хорошо, это мне нравится Познакомься с новым президентом Боливии Очень приятно Все, тише, тише, ребята Представь, что Макси, это граф, познакомься с ним Что, мне надо все с самого начала? Да, конечно Граф Это большая честь Ну что, что ты там, что ты там мямлишь? Это большая честь для меня познакомиться с вами Ну как я могу произносить эти слова про честь? Что тут судья мне понаписал? Ну все, 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 отойди Давайте, репетируйте Очень приятно, познакомься с вами, граф Ах ты, вонючка Орел, решка Теперь и я буду королем Скоро ты будешь президентом земного шара Все, молчите Надо репетировать все по очереди Теперь забудьте про ваши речи И будем репетировать поклонные Посмотрите на судью Вы видите, его колени не подгибаются Посмотрите, как изящно прижата его рука Посмотрите на его улыбку Что скажете? Ну давайте, а теперь все повторите Поклонитесь Я просто не верю своим глазам Эй, ты куда пошел? Иди сюда Ты вовремя появился Прошу прощения Черт, эта штука заразная Не бойся, к тебе не пристанет Ладно, брось ругаться Эти ребята сведут меня с ума И какой во всем этом сок, скажи мне Я хочу довести начатое до конца Все слушайте меня, ребята Ребята, главная проблема заключается в том Что вы не серьезно к этому относитесь Я хочу, чтобы вы поняли, что это серьезно И вели себя соответственно Я не хочу ругать вас, ребята Не хочу сердиться Но мы должны пройти через все это Никто от этого ничего не получится Счастливчик считает, что я сошел с ума Может быть, он и прав Но я должен довести это дело до конца Это для яблочной Эни Вы понимаете? Она попала за трудительное положение И мы должны помочь ей И если завтра вечером что-нибудь случится То это будет ужасно Давайте, ребята Прорепетируем знакомство с яблочной Эни Все девушки становятся яблочными Эни Репетируем Давайте, ребята, репетируем Все молчите, все молчите Молчите, молчите, молчите Привет, Хуич, привет Что здесь происходит? А, тут ничего интересного Смотри, вся твоя компания с тобой А что такого? Разве нельзя провести время с друзьями? Да нет, ничего плохого в этом нет, конечно Но как они у тебя шикарно выглядят Все, ребята, разводись по домам Репетиция закончена Ты что, шоу устраивает? Да, настоящий спектакль Спокойной ночи, Хуич Просто удивительно Вся компания вместе с ним Вы не спрашивали про репортеров? Хорошо Да, сэр Пришлите ко мне, О'Брайна и Адамса Я хочу, чтобы вы вдвоем следили за Хуичом И главное, чтобы он не заметил слежки А вы следите за всеми людьми Хуича Найдите их имена в досье Все сотрудники департамента в вашем распоряжении Двадцать четыре часа в сутки Начиная с этого момента Вы должны следить за ними Начинайте Это ты, мама Ой, прости, дорогая Спи Вы понимаете, музыка должна быть мягкой, приятной Не грубой, не шумной У нашей гости очень деликатные нерпы Мы понимаем друг друга Итак, начали Это вот эти два человека? Да, сэр Они узнают свои обязанности Да, сэр Отличная работа Пожалуйста, попрыскай здесь И здесь Ты уверена, что теперь все в порядке? Я просто с ума сойду, если что-то пойдет наперекосяк Войдите Неужели старые глаза обманывают своего владельца? Или я действительно в присутствии ангела? Прекратить судье За всю мою сомнительную карьеру ни разу мой взор не падал на такую совершенную красоту Бросьте, скажите, как я выгляжу на самом деле? Просто замечательно Вы думаете, у них получится? У них получится все на пять Они репетировались день и ночь Я так нервничаю Нет Спрашивай вас, не нервничайте Если что-то случится, то я всегда все возьму на себя Все прикрою, все устрою, чтобы было как надо Слышь его, друзья Сейчас в Мизури Мартинс на дверях табличка закрыта Не знаю, что там происходит, но какая-то подстава Продолжайте сележку И главное, чтобы он не заметил, чтобы за ним следят Хлыщ очень хитрый парень Морган Подготовь отряд по бобе с преступностью Возьми 25 человек, пулеметы Сегодня они от нас не уйдут Знаете, граф, иногда мне бывает стыдно за своих сограждан-американтов Знаете, как они боготворят и преклонятся перед знаменитостями Да, но это очаровательно, они как дети Так что вы не удивляйтесь, если вдруг они потеряют речи перед вами Ну, конечно, да Разные страны, разные обычаи Кстати, вы напомнили мне о том, что в моей стране есть обычай, который не очень популярен в Америке, очевидно Я думаю, что вы заговорите о нем А в чем дело, граф? Да, приданное Вы пока еще ничего не сказали о приданном А, приданное Я, разумеется, знаю, что в Америке это не очень важный момент А, стало быть, это старые испанские обычаи Да, си сеньора, это очень старые обычаи Вы меня схватили за задницу Прошу прощения, но я хочу сказать, что я не очень подготовлен для того, чтобы обсуждать этот вопрос Может быть, вы не понимаете, на ком женится ваш сын? Она из рода Менвилл Она потом от знаменитого генерала революционной войны Джорджа Вашингтона Менвилла Вы слышали о нем, конечно, боюсь, что нет Очень странно А со стороны мастера она происходит из очень благородного семейства Не будь их в Америке вообще не было яблочной промышленности Ну, разумеется, разумеется Но мой сын также происходит из очень старого и благородного рода И если мы договоримся, то он получит после брака в подарок 50 тысяч долларов Вот как И я думал, что вы также наградите невесту примерно такой же суммой О, посмотрите-ка, бильярд! Почему мне не сказали, что у вас есть бильярд? А вы что, играете? Играю ли я? В Валенсии я настоящий чемпион А разве это не замечательно? Может быть, пока гости еще не пришли Ничто не достает мне больше удовольствия Да, кстати, насчет британного графа Да Я подумал, что раз дети едут в Испанию и будут жить у вас, то я позабочусь о всей сумме В конце концов, это всего лишь 100 тысяч долларов Да, но почему вы должны нести все расходы? Ну, в конце концов, я могу тебе это позволить Дело в том, что я тоже могу это позволить Вы так щедры, что вы устытили меня Я хочу взять на себя все расходы Нет, об этом не может быть идти и речи Я ведь родственник со стороны дочери, у меня есть это право Нет, 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 я возьму на себя все расходы, это глупо У нас в Америке есть способ разрешать такие противоречия Мы бросаем монетки, тянем соломинки, какая длиннее Что вы смеетесь? Я просто подумал, что я мог бы здорово воспользоваться своими выгодами Каким же образом? Я могу предложить сыграть на бильярде, чтобы выяснить, кто из нас будет обеспечивать преданное Ну, давайте сыграем, нет, но это будет несправедливо Ну, как знать, может быть, даже и справедливо А вы что, хорошо играете? Хорошо ли я играю, я фактически на жизнь этим зарабатываю Я вас предупредил, сеньор Ну, ладно, ладно, слушайте меня внимательно Прием будет продолжаться 3-4 часа в полночь, начнем расходиться Все помнят, кто есть кто? А какую роль ты подготовил для меня, Дэйв? Первая леди Нью-Йорка Ты что, хочешь оскорбить меня? Знаешь что, я тоже хочу принадлежать семье Раз есть у нас дядя, то должна быть и тетушка Ребята, познакомьтесь с возлюбленной женой дядюшки Дэйва, мыща Менвилла Смотри, она опять к тебе подкрадывается Ну, ладно, как хочешь, как хочешь, Мизури И помните, что вы должны быть настоящими джентльменами И я хочу тебе сказать, что ты делаешь замечательное дело И я люблю тебя за это Ну, ладно, ладно Хлыщ, тот полицейский, они следят за тобой весь день Я не знаю, как хочешь, Мизури Я не знаю, как хочешь, Мизури Звучит В чем дело? В чем дело, Дэйв? В чем дело, Дэйв? Там легавые. Я так и думал, что здесь что-то нечисто. Ты же говорил, что это для Энни. А что такое? Откуда полицейский? Мы не можем поехать в Мардере. Они последуют за нами туда. Что же делать? Стало быть, все придется отменить? Как вам везет? Удивительно. Не правда ли? Вы понимаете, что если вы добудете эту очку, то вы выиграете. Вот как? Но я боюсь, что этот удар практически невозможен. Нет, нет, нет. Здесь есть способ. Вот как? Бьете белый по щечке. Очень нежно. От борт он отскакивает, и здесь встречается с красным. Но боюсь, что это невозможно. Для этого требуется настоящий эксперт. Ваш брат хочет поговорить с вами, сэр. Брат Дэвид? Да, он говорит, это очень важно. Я сейчас иду. У вас получилось? Вот как? Просто удача. Алло. Алло. Да, это он. Поздравь меня, брат Дэвид. Я только что сэкономил тебе 50 тысяч долларов. Ладно, брось. Мы в ужасной ситуации. Мы застряли здесь. Мы окружены полицейскими. Полицейскими? Мне это что-то не нравится, мой дорогой хлыщ. Может быть, не свернуть шатер и исчезнуть в темноте? Даже и не думай. Оставайся там. Как скажешь, хлыщ. Хотя, вообще-то, эта задача мне не очень по душе. Что это? В чем дело? В чем дело, судья? Да нет, нет, ничего такого, моя дорогая. Я слышала, я слышала, как вы сказали о полицейске. Они приедут сюда. Да нет, нет, разумеется, нет. Пожалуйста, не дурачьте меня, судья. Скажите мне всю правду. Я говорю вам правду, Энни, и ничего страшного не случится. Я должна знать. Пожалуйста, не обманывайте меня. Мне придется сказать им правду самой. Вонючие легавые, они по-прежнему там. А, I see you. Thank you. Благодарю вас. Скажите, а когда гости должны были прийти? Я не знаю, сэр. Не могли бы вы сказать мне... Нет, сэр. Что же мы будем делать? Что, если полиция появится здесь? Что я скажу графине? Что я скажу графу? Что я скажу Луизе? Моя бедная, несчастная Луиза. Моя прекрасная дочь. Она ведь прекрасная, правда, судья. Да, конечно, конечно. Что случится, если граф не даст согласия на брак? Это убьет ее. Успокойся, Энни. Что я могу сказать ей, если она захочет узнать о своем отце? Что я могу сказать ей? Я никогда не была замужем. Тебе не надо ничего ей говорить. Я все время скрывала все это от нее, и она не должна узнать об этом. Успокойся, не успокойся. Успокойся, комиссионер. Успокойся. Успокойся, комиссионер. Успокойся, комиссионер. Вы не думаете, я пришел бы я к вам, если бы дело было не чисто? Поверьте мне. Просто отмените слежку на сегодня вечером. А что тебе еще нужно? Включи от города. Что ты делал с своей бандой в Мизури Мартинс? Вам это будет неинтересно. Я просто не могу вам рассказать. Если бы я мог бы рассказать, вы бы увидели, что это просто смешная нелепая история. А завтра я могу вам привезти этих репортеров, если вы отмените смешку. Где ты их держишь? Нигде я их не держу. Просто подпрашиваю ребят, и завтра они будут у вас как новенькие. Просто приостановите смешку до 12 часов ночи. Вот и все, о чем я прошу. Прости, хлыщ, боюсь, что это невозможно. Ладно, а раз так, я скажу вам, что вы правы. Эти репортеры у меня. Но они уже не покажутся у вас здесь завтра. И они не покажутся, пока я их не отпущу. Может быть, заключим сделку? Ну, конечно, мы заключим сделку. Эй, Мак. Скал быть, у тебя репортеры. Обыщите этих двух парней, мы их арестуем. Эй, подождите, ребята. Вот мы и заключили сделку с полицией. Соедините меня с мэром. Вряд ли вы дозвоните за него, уполномоченный. Он на приеме в честь губернатора. Когда он узнает, что речь идет о репортерах, он сразу, он сразу подойдет к телефону. Может быть, он тоже с вами захочет заключить сделку? Лет так на пятьдесят. Не будьте дураком, уполномоченный. Зачем втягивать в это дело мэра? Вам ведь нужны репортеры. Все газеты кричат об этом. Это ваш шанс. К чему все это? Вы бы умерли со смеху, если бы узнали, в чем дело. Ну, конечно, я уже смеюсь. Подождите, прежде чем говорить с мэром, я вам все расскажу. Вы подумайте, что я сумасшедший, но я расскажу вам всю правду. Вы верите в сказки? Что? Не-не, это бесполезно. Ну ладно, давай, разговаривай с мэром, разговаривай с кем хочешь. Но имей в виду, что больше ты этих репортеров не увидишь никогда. Здравствуйте, мэр. Дэйв Хвич прямо у меня. Да, да, он признал, что он покитил репортеров. Позовите губернатора. Дэйв Хвич признает, что он покитил репортеров. Они его арестовали? Конечно, они арестовали его. Но что с того? Утром за него внесут залог, и только вы его и видели. Какая нелепость. Но таковы уж порядки в этом городе, губернатор. Какая наглость, за кого он себя принимает. Как он смеет торговаться с полицией? Вот видите, он нам предлагает сделку, видите ли? Он говорит, что если мы не оставим его в покое на эту ночь, мы никогда не увидим репортеров. Возмутительно. Не возмущайтесь, губернатор. Это вполне обычная процедура. Приведите сюда Дэйва Хвича немедленно. Да, и пожалуйста, не беспокойтесь о моих гостях. Это мои проблемы. Вы, джентльмены, весьма искусны в критике администрации. Посмотрим, что вы можете сделать. Дэйв Хвич ваш. Можете размазывать его по газетам полосам. Зачем вы приказали доставить этого преступника? Хотел предоставить вам шанс, губернатор. Все должно было быть так просто. Ну, спроси, верят ли они в сказки или нет? Ты посмотри на эти черепушки. Это редкая честь. Стоп, стоп, стоп. Нет, у тебя ничего не получается. Почему ты ни разу не можешь расслабиться? Послушай, Шексперт, я очень устал. Как человек может расслабиться, если он как выжатый лимон? Послушай, мы уже целые часы репетируем. Но Хвич сказал, чтобы мы продолжали репетировать. И мы будем репетировать. Давайте, давайте. Я хочу, чтобы вы расслабились. А теперь будем репетировать знакомство с Яблочной Энни. Привет, Хвич. Да, все в порядке. Мы репетируем. И все выглядит отлично. Хорошо, Хвич. Я скажу им. В чем дело? Он сказал, чтобы все отменяется, но это невозможно. Он сказал, чтобы все отменяется, чтобы все разошлись. Какой удар для Энни? Стоит попытаться сделать какую-нибудь приличную вещь, и тебе не позволяют этого сделать. Бедняжка Энни. Мама. 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 Что-то не так? Я слышала, как граф сказал, что он думает, что не будет приема. Что, гости не придут? Моя крошка. Луиза, дорогая. Если что-нибудь все-таки случится, ты ведь не будешь ненавидеть свою маму. Мама, ну не говори такие глупости. Прошу тебя, не говори. Граф по-прежнему в комнате для рисования? Да. Энни, куда ты идешь? Энни, ты куда? Куда ты идешь, Энни? По-прежнему. Моя крошка! По-прежнему Мэро. Я хочу поговорить с вами. Разумеется, вы знаете, что больше всего в этом мире я желаю брака моей дочери, вашего сына Он замечательный юноша, Луиза любит его, и он любит ее Я уверена в этом С тех самых пор, как она родилась, у меня в голове была лишь одна мысль Мысль о ее счастье Когда она написала мне, что она нашла человека, которого она любит Мне кажется, я была самой счастливой женщиной на свете Граф Ромеро, вы приехали сюда, чтобы узнать о ней, о ее семье, обо мне Нет, нет, я вовсе не виню вас У вас есть полное право на это Вы ведь ничего не знали о нас И это было бы ужасно, если бы после свадьбы вы узнали бы Что мать невесты – это человек, которого вы должны стыдиться Что даже сама она стыдит за себя Мама, не говори так Именно поэтому я и хотела поговорить с вами Я хотела рассказать вам о нас Все, я хотела сказать вам Субтитры сделал DimaTorzok Его честь, мэр Ну давайте, мэр, начинайте, ведь это была ваша идея Моя дорогая миссис Мэнбелл, как рад я видеть вас снова Последний раз я имел честь лицезреть вас на вашем замечательном загородном приеме Я никогда его не забуду А это, я предполагаю, ваша очаровательная дочка Познакомьтесь с графом Бромера Очень приятно Я сразу узнал вас, мэр Я видел вашу фотографию в Ньюсвыке Это чудо Это два чуда Губернатор Его превосходительство, губернатор И как теперь зовут эту яблочную Энни И Уоттентон Мэнбелл Ради бога, только не перепутай Миссис Мэнбелл Я просто не могу сказать вам, какое удовольствие Какое счастье для меня быть приглашенным на ваш замечательный прием Я предполагаю, что это ваша очаровательная дочка Я не могу сказать вам, что это ваша очаровательная дочка Губернатор ведет нас к кораблю Неплохо, да? Когда был мальчиком Им с большим трудом удалось заставить меня поверить в Санта-Клауса Смотри, папа, полицейский эскорт Это даже больше, чем дело для нас в Валенсии Вы, наверное, очень влиятельный человек Да ну, это просто ерунда Замечательное впечатление Я чувствую себя на 10 лет моложе Теперь, губернатор, я думаю, вы хотите проинспектировать мэрию? Нет, нет, нет Мне кажется, я был к вам слишком требователен Простите меня, пожалуйста, мистер мэр, за мое не очень дружелюбное отношение Ничего страшного Ничего страшного И напомните мне, чтобы я завтра позвонил к уполномоченному Мне кажется, ребята, я немного переборщил Я вас слишком ругал Конечно, я знаю, что вы стараетесь изо всех сил Значит, вы поняли, что надо искать в газетах А как же наше похищение? А кто сказал, что вас похитили? Вы были пьяны, у вас был запой Вы что, хотите, чтобы вы это написали? Совершенно верно, у вас был трехдневный запой Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok